Всем привет! Смотрите как создать образ жесткого диска в операционной системе Windows. Далее в видео рассмотрим несколько методов создания образа жесткого диска, чтобы вы могли выбрать тот, который подходит больше всего для конкретной ситуации. Разберем использование утилит WB Admin, DSM, OSF Clone, а также инструмент DD в операционной системе Linux. И в завершении процесс восстановления данных с образа жесткого диска. Образ диска – это точная копия всего содержимого физического диска, включая файловую систему, операционную систему, программное обеспечение и данные. Создание образа диска является одним из наиболее надежных способов сохранить информацию с диска, так как он сохраняет все данные без изменений. Преимущества создания образа диска Образ диска позволяет восстановить данные в случае повреждения основного диска, удаления или форматирования. Вы можете использовать образ диска для поиска и извлечения удаленных файлов и папок. Создание образа диска позволит сохранить данные в безопасном месте, чтобы избежать дальнейших повреждений или потери информации. Образ диска можно сохранить на внешнем носителе, в облачном хранилище или на другом компьютере. Если ваш диск поврежден или имеет ошибки, создание образа диска может быть полезным для дальнейшего анализа и восстановления данных. Образ диска можно использовать для сканирования и восстановления информации без дополнительного воздействия на поврежденный диск. Также образ диска можно монтировать как виртуальный диск, что позволяет вам просматривать и извлекать файлы и папки, как если бы они были доступны на физическом диске. Это удобно для поиска конкретных файлов или проверки целостности данных. Создание образа диска позволяет вам работать с копией данных, не затрагивая оригинальный диск. Это защищает данные от дальнейших повреждений или ошибок, которые могут возникнуть в процессе восстановления или анализа. В итоге можно сказать, что создание образа – это отличный способ обезопасить себя от потери информации в случае непредвиденных ситуаций. А теперь давайте разберем, с помощью каких инструментов можно создать образ диска в операционной системе Windows. Достаточно ли будет стандартных инструментов системы, чтобы создать полноценный образ жесткого диска? Итак, первый способ – создать образ с помощью встроенного инструмента резервной копирования и восстановления. Перед тем, как приступить, убедитесь, что у вас есть достаточно свободного места на внешнем накопителе или на другом диске, где будет сохранен образ. Также удостоверьтесь, что у вас есть все необходимые данные и закройте все запущенные программы. Для запуска инструмента резервного копирования откройте панель управления, система и безопасность, резервное копирование и восстановление. В открывшемся окне слева нажмите «Создать образ системы». Затем выберите диск, на который будет сохранен образ. Далее. И на следующем шаге отметьте все диски, образ которых нужно создать. После начнется процесс создания образа. На выбранном накопителе появится папка с резервной копией системы, где будут лежать образы указанных дисков. Образ диска имеет формат в HDX. Его объем не равен полному объему накопителя, образ которого мы хотели получить. Его объем равен тому, насколько он был заполнен. Такой образ подойдет для восстановления системы или файлов, утерянных после создания образа, но не подойдет, если вам нужен полный образ диска. Данную операцию можно осуществить с помощью командной строки и инструментом WB-Admin. Запустите командную строку от имени администратора и введите следующую команду. Здесь нужно указать место, куда сохранить образ. У меня это диск D. А затем диск, образ которого нужно сохранить. Создание резервной копии займет некоторое время, в зависимости от того, как много данных содержится на исходных дисках. На диске D появился каталог Windows Image Backup, содержащий образ. Резервные копии разделов предоставляют собой в HDX файлы. Еще один способ создать образ диска с помощью командной строки и инструмента DSM. Запустите командную строку от имени администратора и введите следующую команду. Здесь нужно указать место назначения и имя образа, а затем диск, образ которого нужно сохранить. В результате мы получим образ в виде файла с расширением VAM. Такой образ также подойдет для дальнейшего восстановления состояния системы или диска в целом, но не подойдет для восстановления с этого диска с помощью программы для восстановления данных, так как имеет специфический формат, который поддерживает только операционная система Windows. Чтобы открыть образ и достать с него файлы, воспользуйтесь программой 7-zip. С ее помощью вы сможете извлечь файл из данного архива. Итак, мы рассмотрели стандартные инструменты системы, с помощью которых можно создать образ диска, но, к сожалению, данные типы образа подойдут только для конкретных целей, а именно резервного копирования данных. Встроенные утилиты системы не позволяют создать точную побайтовую копию жесткого диска. Для того, чтобы создать побайтовый образ жесткого диска, придется использовать сторонние инструменты. К примеру, можно воспользоваться загрузочным диском с программой Acronix. Данная утилита платная, поэтому мы рассматривать ее не будем. Давайте подберем несколько бесплатных решений. Из бесплатных инструментов можно выделить клон Zilla, USF-клон. Еще один из способов использовать загрузочную флешку с операционной системой Linux, включая встроенный инструмент DD. Как создать образ с помощью программы OSF-клон? Для начала нужно скачать архив с программой и создать загрузочную флешку. Перейдите на официальный сайт программы и скачайте zip-архив. Извлеките содержимое архива в любое удобное место. Затем перейдите в папку sf-клон, image.usb и запустите image.usb.exe. Вставьте USB-накопитель, который будет выступать в роли загрузочного диска. В открывшемся окне программы отметьте USB-флешку. Затем укажите путь к файлу sf-клон.bin. И нажмите открыть. И после записать. По завершении процесса у вас будет готов загрузочный накопитель с программой OSF-клон. Подключите флешку к компьютеру, образ диска которого нужно создать, и загрузите с USB. Нажмите соответствующую клавишу для выбора загрузочного устройства. Перед началом загрузки системы F2 или F12. Утилита использует инструмент DD и AFF для снятия образа диска. После загрузки программы вам нужно выбрать соответствующий пункт. Мне нужно снять образ всего жесткого диска. Здесь доступны следующие опции. Клонировать диск. В таком случае вы получите точную копию диска на другом накопителе. Образ диска. Образ раздела диска. Записать образ на диск. С его помощью вы сможете восстановить состояние диска с ранее созданного образа и контрольная сумма. Для создания образа выбираем второй пункт. Введите 2 и нажмите Enter. Далее программа предлагает на выбор один из трех форматов образа диска, в котором он будет сохранен. Это DD, распространенная Unix программа. AFF, открытый и расширяемый формат файлов. Предоставляет собой файл, содержащий сегменты с данными диска и метаданами. EUF или более известный как формат образов NCASE. Я выбираю первый тип, так как мне нужен обычный имидж файл. На следующем шаге нужно указать источник, с которого нужно снять образ и место назначения, куда его сохранить. Пишем соответствующую цифру для выбора нужного пункта и указываем накопители. Также вписав соответствующую цифру и нажав Enter для подтверждения. Также можно внести некоторые настройки. К примеру, указать уровень сжатия и задать размер блока. Если нужно, изменить имя файла образа. Указав все параметры, выбираем Execute DD. И для продолжения – Yes. После чего начнется процесс создания образа. И по завершении он появится на указанном ранее диске в формате имидж файла. Таким образом мы получили побайтовый образ диска, который можно использовать как резервную копию для дальнейшего восстановления, или как образ, с которого можно производить восстановление утерянной информации с помощью программы для восстановления. Это универсальный способ снятия образ жесткого диска, независимо от файловой системы, которая на нем записана. Еще один способ создать образ диска с помощью загрузочной флешки с операционной системой Linux и встроенным инструментом DD. Утилита DD или Data Duplication – это мощный инструмент командной строки, который позволяет копировать и конвертировать данные между различными источниками и назначениями. Она широко используется в Linux и является незаменимым инструментом для работы с дисками и образами дисков. Используя загрузочный диск с Linux, вы сможете снять образ диска другой операционной системы, включая Windows. Я покажу, как снять образ диска на примере загрузочного USB накопителя с Ubuntu. Итак, скачиваем образ системы. Затем запишем ее на флешку с помощью Rufus или другой подобной программы. После подключаем накопитель к компьютеру и загружаемся с USB. После загрузки системы в первую очередь вам нужно отформатировать и смонтировать накопитель, на который будет сохранен образ диска. Откройте дисковую утилиту и отформатируйте его. Далее, откройте диск. Здесь с помощью утилиты LSS-CSI нужно определить подключенные к ПК накопители. Итак, мы определили, что нужно снять образ SDA диска и записать его на SDB диск, который смонтирован по такому пути. Итак, с дисками мы определились. Далее, вводим команду для создания образа. Здесь нужно указать источник, у меня это SDA диск и место назначения. Его можно посмотреть в свойствах накопителя. Дисковые утилиты. Нужно узнать точку монтирования. Далее, в команде указан размер блока и фильтр новый ROR, чтобы процесс не остановился, наткнувшись на ошибку. И в конце добавим отображение статуса прогресса операций. После выполнения команды начнется процесс создания образа диска. И по завершении мы получим файл с образом выбранного накопителя в формате image. Зачастую образ диска может понадобиться при восстановлении данных. Чтобы не потерять работоспособность сбойного накопителя, рекомендуется снять с него образ и проводить любые манипуляции уже с образа. В таком случае удобнее всего будет воспользоваться программой для восстановления данных. Hetman Partition Recovery. С ее помощью вы сможете сохранить образ диска и проводить сканирование и поиск утерянных файлов с образа. Hetman Partition Recovery способна создать образ любого физического диска, включая жесткие диски HDD, твердотельные накопители SDD, внешние жесткие диски, USB флешки, карты памяти и другие съемные носители информации. А также она поддерживает различные типы файловых систем, включая NTFS, FAT, XFAT и другие. Загрузите, установите и запустите программу. В главном окне программы выделите диск, образ которого хотите сохранить и вверху нажмите «Сохранить диск». Диск можно сохранить как полностью или определенную его часть, указав это в дополнительных настройках. Далее укажите место, куда сохранить образ. Это может быть диск или сетевая папка, с объемом равным или большим объему сохраняемого накопителя. Указав место, нажмите «Сохранить». По завершению процесса вы получите файл образа диска в формате диска. Далее, чтобы загрузить файл образа программы в главном окне, кликните по кнопке «Монтировать диск». Выберите соответствующий тип образа, RAW диск, если это образ диска, или один из типов виртуальных машин, если это виртуальный диск. Далее, затем укажите путь к образу, выделите его и нажмите «Открыть». После, смонтированный накопитель появится в списке дисков программы. Чтобы восстановить данные из образа диска, запустите анализ. Для этого нажмите правой кнопкой мыши по диску «Открыть». Укажите тип анализа, быстрое сканирование или полный анализ. Для начала рекомендуется выполнить быстрое сканирование. В таком случае программа мгновенно просканирует диск и отобразит все найденные файлы. Если программе не удалось найти нужных файлов, выполните полный анализ. Кликните по диску правой кнопкой мыши и выберите «Проанализировать заново». Полный анализ. Укажите тип файловой системы и нажмите «Далее». Для восстановления файлов откройте папку, где они хранились, отметьте нужные и кликните по кнопке «Восстановить». Затем укажите путь, куда их сохранить. Диск, папку и нажмите еще раз «Восстановить». По завершении все файлы будут лежать в указанном ранее каталоге. В завершении можно сказать, что создание образа диска – это не только способ предотвратить потерю важных данных в случае сбоя, но и отличный метод продлить жизнь сбойного диска при поиске на нем утерянной информации. Если вам нужно быстро создать образ диска в операционной системе Windows или восстановить случайно удаленные файлы с диска, воспользуйтесь программой Hetman Partition Recovery. А на этом все. Надеюсь, данное видео было полезно для вас. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои комментарии оставляйте под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok